Вор в законе покоряет большую политику. Влиятельный Гуля объявил войну врагу президента Турции Эрдогана. Вор в законе Надир Салифов, Гуля, объявил войну главному врагу президента Турции Реджепа Эрдогана, философу Фитлаху Гюлену и его сторонникам, сообщает Азия ТВ. Сделать это 46-летний Гуля решил в знак благодарности за гостеприимство, оказанное ему турецкими властями. Салифов открыто живет на вилле под Стамбулом, несмотря на то что Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола. Власти Турции отказываются выдавать законника. Чтобы укрепить свое положение в стране, Гуля объявил о начале войны с Гулинистами как в самой Турции, так и в России, странах Центральной Азии и бывшего СССР. По мнению экспертов, таким образом Гули также демонстрирует свои политические амбиции, якобы он решил легализоваться и войти в политическую элиту Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Фитлаха Гюлена своим личным врагом после неудачной попытки военного переворота в 2016 году. Сам Гюлен уже долгое время живет в США. Ранее стало известно, что Салифова и его племянника Магомеда Курбанова задержали в столице Черногории и Подгорица. Гули почти сразу отпустили. Курбанова собираются экстрадировать в Россию по обвинению в похищениях в целях вымогательства. Статья 126 и статья 163 УК РФ Салифов находится в международном розыске по аналогичному обвинению. Отказ Черногории выдать его России может говорить о том, что законник может решать вопросы не только в криминальном мире, но и на официальном уровне. В мае сообщалось, что Турция объявила Салифова нежелательным лицом. После этого он уехал в ОАЭ. Ни одна из стран не удовлетворила запрос России на высылку Гули. Надир Салифов был заочно арестован Пресненским судом Москвы в конце прошлого года. Показания против него дал его бывший подручный и непосредственный исполнитель похищения самарского предпринимателя Максут Гурбанов, осужденный за убийство. Неофициально в России Гули обвиняют в еще более тяжких преступлениях, совершенных по его указанию. Когда он отбывал срок в Азербайджане, российские правоохранительные органы якобы располагают записями его разговоров с жертвами, которым он угрожал.